всем ребят привет сегодня у меня будет предпраздничные новогодние видео съемки как говорится скоро у нас наступит новый год пойдет отсчет на открытие нового сезона многие этого ждут и уже у многих начинается желание ломка покопать это тех кто не копает зимой кто продолжает копать мое уважение мое почтение молодцы но все-таки кому-то хочется посмотреть новые видеосъемки по копу но к сожалению всегда получается сегодня я хочу вам показать обзор находок потому что очень часто задают вопросы александр какие у вас самые были хорошие находки из монет и сегодня я хочу ответить всем сразу на этот вопрос будет топ-10 хороших ценных находок которые я сделал в этом сезоне и я вам все это сегодня продемонстрирую сегодня у нас будет топ-10 так что готовимся закупаем апельсинки мандаринки и ждем ждем когда же начнется отчет к новому сезону так что смотрим думаю вам понравится если что-то нет то сразу пишите в комментариях а также если вы не согласны как я разместил свой топ-10 отпишитесь что именно вам кажется на ваше усмотрение занимает третье второе и первое место так что все начинаем с десятого места ну а нашу интересную десятку открываем с одной интересной монеты и так начинаем десятое место это у нас монета крупная серебряная по рисунку вы видите что это у нас один полтинник в простонародье среди кладоискателей называется молотобоец 1924 года серебро 900 пробы вес монеты 10 грамм диаметр 2667 на гурте имеется надпись чистого серебра 9 граммов данная монета себестоимости так таковой не несет но все равно приятно иметь такую находку у себя в коллекции цена монеты 500 рублей но если сохран очень очень шикарный так что десятое место занимает вот такая зачетная монета не часто у нас попадается крупное серебро хочу звезду еще поднять ну чё-то звезда никак не идет к нам в руки всего продолжаем офигеть смотрите его звезда ребят звезда недавно когда молотобойца подымал я вам говорю что звезду еще хочу поднять и все никак не получается вот она вот она охереть смотрите какой сохранчик бодрый 1922 год и девятое место это у нас очередное серебро такого же размера в простонародье среди кладоискателей называется звезда 50 копеек 1922 года также имеется 900 прода весом 10 граммов диаметр 2667 на гурте имеется надпись чистого серебра два золотника 10 с половиной долей данная монета себестоимости также никакой не несет но приятно иметь в коллекции очень хорошего сохрана монета себестоимости 750 рублей моя мечта сбылась поднял звезду и она у нас занимает почетное девятое место серебряная звезда следующее место восьмое и как вы уже видите это не серебро согласно тому что вы видите налет отвратительный это у нас пять копеек по размеру пятачок до тридцать первого года блин комары уже начинают тридцатого года наверное а пятак у нас интересный тем что я действительно ошибся это не тридцатого года почистил я монету которая я подымал пять копеек и думал что это тридцатый тридцатый год потому что сзади старый герб но смотрите смотрите какой пятачок какого года а монета интересная тем что это пять копеек старого образца алюминистая бронза без 5 грамм диаметр 25 и и себестоимостью 9000 рублей так опа видели видели выпало что-то она какая-то странная все такая белая все это у нас нифига себе блинский блинский черт возьми давно у меня не было царей а именно вот такого вот образца вы не представляете это 25 копеек четвертак блин не передать то что я вижу 1872 года обалдеть итак седьмое место у нас занимает вот такой вот монитос серебряный 25 копеек как изначально было сказано монета интересна тем если бы был монетный двор у нас совсем другой ВМ она бы стоила 42 тысячи рублей но в данном случае монетка СПБ и себестоимости никакой не несет всего-навсего начинает плясать от 1260 рублей монета у нас серебро 868 пробы вес 5,18 диаметр 24 гурт пунктирный очень приятная монета которая пополнила бы желающему каждому нумизмату именно коллекцию приятная тем что монета действительно не часто встречается и очень редко когда ее можно увидеть своими глазами но здесь мне посчастливилось и монета очень приятного сохранчика после чистки 1857 года СПБ так что может быть мне и повезло а может быть и нет был бы другой монетный двор она бы стоила уже 42 тысячи рублей так что всем желаю почаще находить вот такие серебряные находки которые будут радовать ваши глаза и вашей коллекции итак почетное шестое место занимает очередной серебряный монитосик с изображением Александра данная монета очень хорошая после чистки оказалось это у нас 50 копеек 1894 года серебро 900 пробы вес монете 100 вес монеты 10 грамм диаметр 26,75 и данная монета начинает плясать в принципе в районе от 8000 рублей монета очень хорошо оценивается нумизматами также эта монета не очень часто попадается на копе а у нас она вышла из шурфа мы разглядели это это у нас 50 копеек 1894 года 50 копеек ну-ка поверни-ка вот это у нас Александр третий зачетный вот это пошел фил ну вот он вот на что то когда начал разбивать деревняшку и вот так выскочило вот так а Та ся 30 с 我ą как александр третий почетное пятое место у нас занимает вот такой вот рубль александра 3 1891 года для меня эта монета очень ценно тем что это единственный рубль который я поднял за всю свою кладоискательскую деятельность данный рубль 1891 года был весьма небольшим таким тиражом в 1 миллион сто тысяч монет серебро и у нас 900 проба весом 20 грамм диаметр 33 65 данная монета в начальной хорошей форме стоит уже 11 тысяч рублей конечно же от состояния монеты цена и увеличивается ох а какой сохранчик ребята год смотрите какой 1925 ну и конечно же почетное четвертое место у нас конечно же не обошлось без меди естественно эта монета 1 копеечка 1925 года довольно таки редкий экземпляр монета смотрите старый образец переворачиваем фокус и смотрим год 1925 и вот выпала очередная монетка сейчас мы с вами посмотрим это у нас одна копейка так ребята смотрите смотрите одна копейка 1925 год офигеть вот это фортануло очередной раз боленский вот это да и сохран более-менее такой классный смотрите черт возьми двадцать пятый год монета у нас является довольно таки редкой и ценной раритетный но но не в нашей области нашей она очень распространенная и у меня их достаточно большое количество одна копеечка 1925 года это у нас медь весом 3 и 2 диаметр 21 и 3 и себестоимость данной монеты начинает плясать в районе 9 тысяч рублей если монета очень хорошего сохранщика так что каждый нумизмат мечтает получить в коллекцию именно вот такой вот медиак ну и начинается третье место горячие места и конечно же я начинаю с большого количества монет которые были подняты да да вы правильно поняли это кошельки и клады в данном случае третье место нас занимает именно кошелек с медными царскими монетами николая последнего монеты были практически в одной ямке около реки кошелек был небольшой но порадовала именно обилие монет давайте быстренько я ускорю сам процесс и вы увидите именно весь сюжет как я поднимал с этой ямки эти медные монеты на них имеется зеленый нарост некоторые монеты были стопочками и из-за этого зеленый нарост как вы видите именно есть зеленью монеты меня очень порадовали тем что день был отвратительный и тут был очень хороший сигнал медный звонкий и ковырнув его я приятно удивился когда посыпались зеленые медные кружочки приятно еще тем что монеты были 1 2 копеечки которые недовольки редко встречается на копе и приятно подымать вот такую царскую мелочевку всем желаю поднять плюс не просто дорогие клады а вот хотя бы такие мелочные всегда приятно находить именно такой вот в земле сюжет а 77 монет это у нас одна вторая копейки надеюсь какой-нибудь редкий год будет они довольно таки редко попадаются поштучно даже вот а у меня 7 штук 77 штук вот в основном вот он говорят у нас копеечек это двушечки и одна трешечка ну в принципе трешечка немножко затерты вот так вот такая трешечка я просто сегодня доволен собой пусть и такие вот небольшое количество но вот эти вот все монеты это у нас кладовые всем привет это мой самый первый клад сейчас будем потихонечку доставать да да ребят вы не ошиблись это мой самый первый клад и он у нас занимает почетное место второе монеты были хороши тем что это было у меня первое серебро и не просто первое это был первый мой выход был первый мой сигнал и он оказался кладовым кладовые монеты серебряные росфсеровские так что всем удачи с первым сигналом такого характера в основном серебро 20 15 копеек медные попадаются ух тут их море их тут море лопатка еще копнуть вот мой кладик вот в этих просторах я сегодня обнаружил кладик данный клад состоит из монеты белончиков 500 и пробы и себестоимость каждой монеты составляет от 100 до 200 рублей общая стоимость клада всего-навсего 20 тысяч рублей но все равно приятно подымать такие клады хоть и недорогие так что желаю всем поднять вот такую кучку монет выдолбил я кирпич вернее не кирпич выдавил а просто половинку вытащил вот так вот и смотрим что у нас там смотрите какая приятная зелень вот как вот себя вести в таких ситуациях сейчас я буду потихоньку доставать смотреть что это и первое место занимает вот такой медный клад монет николая второго вот для меня он ценен тем что он был найден неожиданно неожиданно при прозвонке стен красного кирпича и порадовал тем что я в этом тайнике нашел так что смотрим первое место смотрите какая красота офигенно офигенно вот из этого вот я не знаю заначка это чё нычка кладуха сейчас я с вами будут все брать дело смотрите какое количество разложил я их вот так вот на ведре не стыдно показать такую как вот не стыдно классные классные монеты колдовые вот такие вот пятаки в основном пятаки и трешки любопытно то что пятачок вот такой вот залепуха у нас из трех с трех монет вот такие вот ребята колдовые монеты до сих пор можно подымать тех местах где как бы считалось уже все выбито вот такая очередная стопочка из четырех монет год в основном все 1900 одиннадцатый шестнадцатый пятнадцатый классно затесали здесь конечно еще две копеечки вот такие вот но это вообще ни о чем но все в основном вот такие вот классные и с охранчику смотрите какой зачетный не затертые ничего классные блин вот это ребята денек вот это денек да очень приятное зрелище когда смотришь именно на монеты кладовые видишь залепухи видишь и отпечатки слепыши от других монет приятные ценные экземпляры кто-то может быть их и оставил бы в коллекции именно в таком же виде но я их почистил и монетки в большей степени конечно же хороший сохран но некоторые были затертые себестоимость данные монет ничего себе не представляет пятаки составляют по 900 рублей средним но конечно же я эти пятаки не продавал я эти пятаки разыгрывал именно на стриме среди своих подписчиков так что всем желаю найти хоть один клад хоть маленький кладик но он будет ваш каждый кладоискатель мечтает найти данное место занял у меня почетное первое лидирующее так что всем желаю найти итак ребят посмотрели мы топ-10 думаю вам понравился было довольно таки интересно но это не первый не последний топ перед новым самым годом я сделаю поздравительный топ топ общий по всем находкам которые у меня были не просто монеты но и были находки довольно таки интересные была металлокерамика были какие-то чего-то такое оригинальное так что скоро перед боем курантов вы их конечно же увидите а также будет новогоднее поздравление так что у нас будет обширная программа перед новым годом да и после нового года у нас будут копы будет чистка будет все 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 так что сразу палец к верху и ждем новых новых моих видеосюжетов на этом и все всем пока и с новым наступающим годом наступающим м